что у нас сейчас с вами получается вы сейчас молодцы что освоили увидели насколько приятно работать акварелью по акрилу ничего не смешивается рисунок остается можно продолжать добивать вот после того как вы сейчас заливочку сделаете есть возможность сделать еще круче некоторые моменты а именно мы можем поработать фактурой именно фактурой делом вот акрил есть это очень эффектная часть когда мы сейчас можно я объясню и потом тогда что у нас есть в картине на данном этапе у нас есть ствол дерева уже проработанная заливочка небесная но для усиления эффекта и для лучшего объема с помощью акрила можно части вот ствола фактурно выложить кистью то есть его там прямо вот так вот нанести густенькой и то же самое касается зелени которая вот у нас есть элементы участков вот хвои которые ближе к нам мы их тоже выкладываем мазочками чтобы они прямо были объемные вы увидите то есть прием декоративный но на самом деле мы же не очень большим слоем это наносим ну вот интересный эффект обычно этим пользуется или чисто в акриле или чисто в масле но с акварелью обычно это не сочетают а тут мы получается вот возьмем самые сильные стороны от вот этих вот техник и дадим эти приемы в живопись так рассказать рассказал теперь надо показать вот замешиваем цвет пока все это еще у нас сильно не высоко у меня сейчас на палитре болотная сиена жженая окра желтая белила титановые марс черный а нет в данном случае корейское черное вот и сейчас ствол дерева вот как раз вот эти вот моменты которые с объемом мы прямо взяли густо и выкладываем буквально вот эти вот элементы коры с объемом высохнет это достаточно быстро но когда потом мы будем сверху и серовать это хоть акварелью хоть акрилом фактура приятно проявится потому что будут западания темной красочки вот в эти вот углубления и это сразу начнет играть ну что как элемент собственных теней в работе то есть не нарисованных а у собственных он всегда очень выгодно работает живописи вот это вот есть специально надо делать подкладку чуть-чуть светлее чтобы у нас было место для упреждения по глиссировку чтобы было чему светиться то есть если скажем мы что-то красное рисуем подкладка у нас розовато-светлое если скажем вот в данном случае желтая кора то то пока немножко светлее бледнее и чтобы потом можно по ней было листья лисер нить красиво это основные элементы которые хотелось бы до вас донести а к вопросу почему мы активно делимся то есть такими приемами объясню на самом деле все очень банально прагматично наверняка вы часто встречали такую вещь как что художники жалуются вот заказчики нас не понимают да культурный слой низкий то есть там все это вот как-то не так вот тогда-то оно было лучше в связи с этим и приходит на ум то что чем больше ты поделишься живописными хорошими какими-то приемами и наработками тем выше будет уровень у художников которые у нас скажем в республике есть чем будет выше уровень этих художников а они же общаются они же показывают свои работы естественно мы все воспитываем вкус тех кто он кто нас окружает и в наших силах вполне повлиять на вот эту ситуацию на ситуацию не в одиночку а получается всем миром я считаю что это здорово когда такая возможность есть ну что по большому счету потом-то сводится все только как к одному есть что дать главное чтоб тебя слушать то есть и были готовы вот эти вещи запас запомнить применить тогда все нормально вот сейчас вот у меня здесь кора желтенькую делу подкладочка вот здесь есть еще вот это вот витая часть она сероватая такая сиреневатая где-то вот под нее я уже немножко по-другому замешают он и естественно по зелени тоже пойдусь поэтому у кого сейчас у вас палитра есть вот акрил есть вы сами можете опробовать сейчас этот момент повыкладывать фактурку как вот сейчас я здесь прошелся стволу да 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 то есть тень прозрачная свет нагружен другое дело что можно и тень очень фактурно прописать то есть без делать но с помощью лессировки прозрачного то у нас она сразу становится легкой и не выходит на первый план то есть она не рвет глаз в этом плане лессировочная техника она как палочка-выручалочка вот это есть вот несколько веточек буквально я не говорю что всю надо ее отдраконить то есть вот с подобным приемом нужно выделить только в определенных местах где-то вот как раз свет подчеркнуть чуть-чуть вот этого объем чека но все равно глаз потом за него хвататься будет делается это не долго а эффект зато очень сильный если хочется чтобы этот момент еще быстрее получался под рукой тогда должен быть фен у вас когда фен есть фактуру нанесли тут же посушили и очень быстро перешли к лессировке так вот 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 Теперь сероватый тон берем. Серенький, корейско-черный и белил. Прописываем вот эту витую часть. И пока ствол будет сохнуть, мы пройдемся с небольшим количеством объема по зелени. Продолжение следует. Это же и касается объемной фактуры коры, которая ближе к основанию, ближе к корням у дерева. Там также можно замешать сероватые тона. В данном случае корейская черная, сияно-женая. И этим тоном эту фактурку полепить. Где-то это можно делать даже мастихином. Вот я специально мастихин с собой взял. Вот. Могу в этот момент поделиться. Ну, вот чисто вам показать, как вот касательными движениями эта фактура наносится. То есть раз и небольшой пот-ли-пот-пот. Вот. Получается. Касательными движениями мы сейчас набираем вот этот вот момент фактуру. А потом, когда мы его пролессируем, он будет смотреться так, как надо. Объясню, почему, то есть вот еще откуда растут корни вот этого подхода комбинированной техники. Дело в том, что там, где я преподаю в школе оружейного мастерства, я преподаю также вот проектную графику. То есть то, когда создается проект художественного оформления ружья. И, знаете, тут уже не до чистоты приема, то есть там только акварель, там или там только гуаш или еще что-либо. Ученики должны за очень короткий срок сделать максимально эффектной и красивую подачу вот этого художественного оформления ружья. Суметь передать фактуру дерева, суметь передать фактуру металла. Чтобы было понятно. И желательно в натуральную величину. И, соответственно, тут мы уже используем все сильные стороны, какие только возможны у разных техник. Совмещаем их, чтобы был эффект нужный. Вот так. Сейчас, если на стихи не надо, то веду. Пока вот эта фактура будет сохнуть, сейчас я пройдусь по части зелени. Кисточку возьму и наберу. У вас ни у кого салфетки или клепочки нет? Че-че-че. Спасибо большое. Че-то нельзя. Че-то нельзя. Уже достаточно для того, чтобы где-то выложить вот эти элементы объема. Jahrhawk. Кисточку возьму. Играть. помню как одна у нас из учениц студентов студенток в академии оля долгая она работа пишет долго в самом деле у нее процесс длительный но зато пока мы сделаем 10 непонятно каких и чудов таких сырых у них будет один но в десятку тоже вот такие интересные подсматриваешь моменты кто как мешает краски мешает цвет добивается цветовых сочетаний мне всегда поражала как какое у нее свое видение цвета как ты все на палитре помешаешь а она говорит а я не использую разбавитель и масло и лаки вообще то есть она пользуется только тем только тем что есть в тюбике в масляной краске самой не разбавляет ничем у меня получается такая густая живопись интересный цвет получается на палитре вот это вот кто как любит кто как может у всех свои какие-то приемчики а у нее она дезвиссирует по моему вообще работать густо очень свет мешает да я также сейчас вот я пока я покажу потом как я с этой фактуры буду работать акварелью в принципе я думаю вам ход мысли перед понятен то есть к чему это я клоню нет ну здорово когда хорошо работа смотрится и издалека и вблизи другое дело что многие вот вещи именно в станковой жилописи которая полотна когда их пишут то лучше они зачастую смотрится издалека это правда это есть вот лепим сейчас хвою как раз смотрю на те веточки и кусочки где она наиболее освещенная чтобы именно там этот объем вытянуть стараясь чтобы фактура от борца кисти попадала в направлении роста вот этих иголочек что все это получалось именно в унисон сразу что можно сказать где вам может быть вот подобный подобная вещь полезна скажем получили вы заказ на роспись и создаете подобный эскиз росписи чтобы показать заказчику как это может быть и тут же играете вот этим объемом в рельефе акрилом потому что в живописи вот в настенной росписи этот декоративный прием с небольшим количеством фактуру он выглядит очень эффектно всегда делается нет не сложно а выглядит очень эффектно дешево и сердито так сейчас еще немножко еще чуть-чуть но если все нормально получится мы можем вам показать как пишутся быстрые этюды масло как они создаются создаются если есть интерес к масляной живописи ну так же пишем пишем работаем нет нет я я сегодня уже это должен закончить все сейчас тут буквально два часа работы и она должна быть это сделано полностью вот опять же кстати вот посмотрите вот здесь дощечки есть я их просто залил прокрыл сейчас есть пока я работаю с фактурой удачный момент взяли белила и и серенький вот эти вещи тут же и наметили вот что у меня осталось тут на палитре чтобы в это краску жалко можно это сразу обозначить все отлично будет так так что еще здесь коричневого можно сделать зеленого жалко краску на на палитре оставлять поэтому сейчас возьму замешаю жиденько пройдусь наверное здесь по зелени глубине и нет мы сейчас наоборот перейдем на акварель и гуаш так потому что акрилом мы нанесли фактуру в некоторых местах прописали сейчас это высохнет все и мы будем добивать работу именно акрилом потому что акварелью и гуашу ну что акварель дает сочные яркие цвета а гуаш беленькая местами она позволяет сделать филигранную тонкую деталировку вот это вот за что я очень сильно гуаш люблю да гуаш сейчас в другом порядке да вот раньше то она ну как бы клей был плохой связующий упадал просто ну да сейчас другой да ну да ну вот сейчас вот у меня гуаш гам да раз она отлипает хвостом да еще надо гуаш беречь от тараканов они ее да да они выедают ее конечно капитально прям такими дорожками нет я сейчас гуашу просто пользуюсь да она не отпадает уже не отлипать да да нет ну я ее еще ведь я же говорю я ее в основном с акварелью смешиваю да вот вот и там получается несколько несколько это дело пожестче мне кажется если все еще послабее угу сейчас может другого так еще немножко еще чуть-чуть еще капельку один из самых ценных качеств акрила то что разводится водой и высыхает необратимо вот это вот здорово ну правда на одежде это конечно если сразу не замыл теплой водичкой то вот ну у художника всегда есть другой выход мы же живописцы если есть акриловое пятно или масляное и она плохо состирывается берешь палитру красочку подбираешь колер нужного оттенка и закрашиваешь его это пятнышко вот все очень здорово мы так постоянно когда учились с джинсами поступали правда потом когда идешь в клуб на танцы там бывает зачастую приглушенное освещение и фиолетовые вот эти вот лампы которые вот где светится вот эти вот рубашка белая футболка там или еще что-либо и вот тогда вот эти все пятнышки закрашены то и будут видны и и вы король нет они смотрятся некрасиво да мне кажется там тогда такая вибрация что она и нет они вот нет конечно можно там нарисовать цвет цветочек кораблик то есть там или еще что-нибудь такое будет будет выглядеть интересным дизайнерским ходом так сейчас я прописываю зелень дальнего плана в этом плане болотная зеленая она здесь в акриле хороша потому что это не яркая зелень она очень деликатная ну вот один вот из моментов почему вы наверняка слышали о том что живописцы часто говорят что не берут зеленую краску например а смешивают ее на палитре с помощью желтой, черной то есть там и вот или синих оттенков почему это делается они ее специально глушат потому что вот те цвета которые у нас яркой зелени есть скажем в акварели или в масле они очень сочные и человек который не может этот цвет обуздать он в картине смотрится ярко то есть как за гранью фола вот и поэтому работа кажется любительской такой вот сделанной что художник не справился и поэтому преподаватели зачастую и дают такую задачу что не дают зеленую краску на палитре чтобы человек ее мешал сам в данном случае вот в тюбиках которые у нас есть цвета скажем болотная зеленая она чем и хороша что она очень деликатная в цвете она не яркая она позволяет работу сделать уже изящный вот сейчас у меня эта вещь подсохнет и вы увидите как работает лессировка акварелью по той фактуре которую мы нанесли она будет очень звонко смотреться очень будет хорошо так 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 вот и в общем и целом получается вот такая подготовка в самой картине то есть вот в самом сюжете здесь почему он мне еще очень понравился и почему я считаю что вам тоже это будет здорово и приятно рисовать очень много вкусных моментов за счет которых можно выкинуть работу банька с окошечком с открытой дверью ступенечки то есть вот эти вот все западающие глубокие тени фактура ствола темные ветки то есть какие-то освещены какие-то очень графические графические такие прямо вот темненькие идут буквально вот только расставить эти акценты и работа уже смотрится то есть вытягиваем ее за счет чистой графики что в самом деле сложно делать в пейзаже в живописи это вот тонкие цветовые отношения поймать это поймать какой-то цвет который вот именно там вот именно этому состоянию дня а это такие лазеечки такие вот хитрые графические за счет которых вытаскиваешь работу тогда где-то не получается ее сделать интересной в цвете хитрости да в это плохой художник обманщик хороший художник волшебник вот почему дружил да потому что я жив учил не получили временем просто и работал просто и работал волшебник волшебник дело в том что вот живописных подходов школ и на работу таких много раз но у меня задача пусть это получается подлиннее в работе но сделать работу понятной по стадии максимально ее разжевать чтобы она вот была вот ну чтобы это можно было повторить потому что задача мастер-классов и видео уроков которые мы создаем чтобы человек который в самом деле хочет научиться рисовать чтобы у него с первых шагов уже начало получаться и он почувствовал к этому вкус и азарт когда это есть тогда хочется дальше 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 еще 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 а если я просто на эффектной технике что-то напишу очень лифо и это будет непонятно как это получилось но красиво человек попытается повторить у него ничего не получится он подумает что ну вот у меня таланта нет или еще что-нибудь такое а на самом деле просто не объяснили не разжевали вот в чем вся петрушка вот сейчас кстати говоря в отличие от лесной сказки где мы тогда занимались у нас есть возможность сейчас не зима писать в самом деле на природе и в живую опробовать те вот вещи которые мы там давали и объясняли вот конечно очень хорошо поэтому очень рад поэтому мы и откликнулись и поехали на этот пленэр потому что почувствовали что здесь есть возможность нам в полевых условиях все эти вещи показать откатать отрисовать а да сейчас я буквально чуть-чуть еще зелень проработаю здесь вот липку я сейчас наношу дерево которое рядом у нас стоит работа может быть и монотонная но я специально сейчас это делаю акрилом чтобы потом можно было взять и где-то заливочкой пройтись обобщающую лессировку дать и при этом не бояться того что зелень уйдет лессировка то есть естественно что кисточку лучше не самую тонкую брать вот я специально беру номер пятый видите то есть чтобы у меня водички хватало на нее начнем с этого с фактурного вот этого момента красиво сейчас так сиена немножко так сепии вот сепия очень хорошо здесь подходит 16 цветов вполне предостаточно сейчас где-нибудь с краешка так пробую это дело проверить вот вот посмотрите западания какие идут это как раз показывает то что они сочетаются сейчас сиреневатого чуть-чуть добавлю оттеночка вот вот а всего то было то есть взял намешал этот светло-серый тон касательными движениями мастихина ну да на отлип чик-чик-чик-чик-чик-чик прикоснулся получился эффект ножника да вот а я знаю одного художника реального фокусника получил все нормально там написано запись идет Картинка на месте И все Тут он Вот, что-то в фокусник Так, в фокусник Вот Так, сейчас Ну вот, с помощью Холодных Тонов Вот сейчас мы Наводим Некоторые элементы теней Вот где-то У касания коры С гладкой частью Чуть-чуть проявим Тоном Вот эти вот Элементы Падающих тенюшечек Глубокие Они сразу Придадут Объема работе Вот И работа начинает Стремительно Образом Проявляться Дальше Вот почему Мне именно этот Ракурс нравится И ствол Открыт И солнышко У нас идет Вот так вот И падающие тени Не в зависимости Даже то, что мы Будем позже Заканчивать работу Они все равно Будут красивые Вот В этом плане Нам просто С вами повезло Что вот Нашлась такая Натурщица Вековая Вот Я понимаю Что акрил Дорог То есть Не все То есть В эти Могут купить Другое дело Что провести Родительское собрание Купить одну Большую банку Акрила белого Достаточно Для На всю Группу Чтоб каждый Попробовал Этот прием Этот акрил Его можно смешать С акварелью Беленький Да-да-да С гуашью Подколировали Он потом высох Показали Как филисировка Получается Все А это надо В добровольно Принувидительном Порядке И очень быстро Делать Потому что Да-да-да Кисти можно загубить Вот Буквально Немножко Падающих теней Чуть-чуть Добавляем Да Они холодные Именно из-за Голубого Рефлекса От неба Вот Они получаются Холодненькими Вот Дальше Оранжеватые Моменты На Коре Взяли Тепленький Сейчас Сделаем Теплую Филисировку Вот Смотрите Проб Также У нас сейчас Будет Проявляться Фактура Здесь Сейчас Наношу Эту Лиссировку Но Как только Я дам Темные Эффекты Веточках Сразу Все Заиграет А подготовка Вот Это Вот Она Очень Хороший Даст Нужный Эффект Почему Нам еще Фактура Не нужна Ну Сам Вот Так Прописывать Все Замучаешься Упасть Не встать Это Долго Долго И Лежит Боец Не удалось Атаковать Все Вот Лиссировку Нанесли А теперь Вот как раз Беру Красно-коричневые Такие Темные Тона Под Веточки И буквально Вот этими Акцентиками Сейчас Пройдусь По Веткам И тут же У нас Эта вся Песня Зазвучит По-другому Потому что У нас Появляется Разрыв Диапазон От светлого До темного Гораздо Сильнее И все Элементы Фактур И полутонов Которые Были до этого Будут сразу Смотреться Изящно Потому что Появилась Темная Доминанта Вот и Там 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 И красно-коричневые И холодные Оттенки Есть Вот Видите Вот Где-то Можно Подчеркнуть Тень Где-то Ее Целиком Веточку Увести По-разному Ну я ведь Прав Она Начинает Оживать Начинает Крутиться Да Эти все Моменты Начинают Жить Елки Иголки Смешарик По-моему Любим На это Все Звоненько Сейчас Буквально Еще Чуть-чуть Покажу Элемент Зелени Вот Рядышком Где-нибудь Кусочек Тоже Сейчас Дадим Какой-то Звонкий Момент С Хлоей Теневой Так Вот Вот Так же Беру И проявляю Фактуру По Подкладке Вот И Так же Опять же Западания Будут Работать На Меня Они Будут Мне Очень Выгодно Куда Я Потом Этот Прием Дену Естественно То есть Я Этот Прием Отработаю У себя Уже В большой Картине Где Мне Эта Сосна Нужна То есть Я Так же Буду С Использованием Блиссировок Вот Эти Вот Вещи Набирать Выстраивать Чтобы У меня Вкусное Сочем Получилось Будет То Что Нужно Акварель Сейчас Когда идет Вторым Слоем Она Выгодно Интересно Смотрится По Акрилу Она Так Играет На Там Где Бумага Без Акрила Она Больше Впитывается Разно Фактурность Богатство Глубина Зелени План УСД Все Работает Вот На Эти Вещи Я Очень Рад Что Вам Вот Эти Вот Моменты Понятны Потому Что Одна Из То есть Как бы Важных Задач Дистанционного Обучения И мастер Классов Которые Мы Создаем Чтобы Мы Были Понятны Даже Вот Без Живого Присутствия Вот Это Чтобы Это Было Легко Воспроизвести И Разбить На Этапчики Тогда Получается Хорошо Помечтать Посозерцать Это Вы Успеете Главное Чтобы Вывести Работу Быстро На Нужной Стадии Конечно То есть Вот Большие Картины Вот Как Данную Вот Соснову Я сейчас Пишу Прописываю Темные Элементы Твои Которые В тени Понятное Дело Что То Что я Буду Писать В картине У меня Уйдет На это Совсем Не Два Часа И Не Полтора Часа У Меня Уйдет Часов Восемь А Может 15 И Это Я Буду Только С Одним Деревом Возиться Я Буду Тщательно Искать Все Вот Эти Силуэты Пользоваться Фотоматериалом Пользоваться Зарисовочным Материалом Искать Смотреть То есть Я Ее Вначале Отрисую В нужный Мне Формат Приложу К картине И только Уже Когда Буду Уверен Что Она Именно Она То есть Там Нужна Я Калечку Переведу На Подготовленную Вот эту Часть И Начну Ее Прописывать Вот Но Это Именно Момент Про Картины А Когда У нас Идет Момент Обучения Чтобы Просто Освоить Прием Этого Достаточно Вот Тут Есть В Пленерной Части Есть Огромнейший Плюс Если Вы Подобные Вещи Будете Делать В Мастерской Это Немножко Не То То Это Высасывание Из Пальца А Художник Работая На Пленере Он Имеет Огромный Бонус У Него Натура Перед Глазами Есть Чего Рисовать Придумывать Ничего Не Нужно Только Несколько Обыграть И Все Так Сейчас Предстоит Достаточное Количество Монотонной Такой Работы Вносительно Зелени Ее нужно Набирать Ее нужно Прорисовывать И делать Ветки То есть То что Будет Будет Связано С Внимательным Копированием Вот Этой Массы Зелены И Естественно В этой Массе Надо Будет Находить Еще Планавость Что Темнее Что Светлее Чтобы Не прекращался Вот Этот Процесс Ближе Дальше Обязательно Обязательно Смысла Зелени Убирать Очень Яркой Нету То есть Хочется Все равно Вещь сделать Выдержанную А Потом По Следующем Этапе Если Где-то Захочется Сделать Очень Яркий Цветовой Ацент Его Можно Всегда Сделать Потом Но Сейчас Можно Работу В Выдержанном Тоне Взять Спокойном И Точном Что Основной Эффект Строится На Свет И Тень Графика Подсвеченная Подсвеченная Зелени Здесь Много Писать Не переписать Еще Есть Такой Момент Вот Вы Сейчас Пишите Работаете Иногда Бывает Где-то В какой-то Тупичок Зашел И Не знаешь Что Делать Ну Вот На Каким-то Фрагментом Работаешь Такой Совет Очень Простой Можно Переключиться На Другой Кусок Который Тебе Более Понятен И Написав Его Получше Придет Понимание Того Что Делать Надо Дальше Конечно Помогают Очень Вспомогательный Фотографический Материал То есть Если Что-то Не успели Сделать С натуры То Фото С того Места С которого Вы Писали Позволяет Некоторые Моменты Распределить Понятие Но Цвет Всегда Лучше Когда Натурный Не режь А не С фотоаппарат Прежде всего Тон И Рисунок Иначе Потом Вот эти Цвета Которые Есть В Подоке В Кеноне В Никоне Они Потом Начинают У тебя Лезть На Палитру А Глаз Видит Несколько Иначе Рисунок Откры В нам важны больше тени, которые сверху падают. То есть мы не берем и вот четкую тень здесь у сосны не даем. Или здесь у сосны не даем. То есть нам самое главное вот здесь тени падающие в веточках. Поэтому мы к ним не привязаны. Это плюс. Местоположение веток, оно же не изменилось. Оно там и есть. Где-то у нас. Сейчас просто вот даже элементарно все вот эти вот ветки прорисовать, им требуется время. Красно-коричневые оттенки. Силена. Силена. Красная. Немножко беленький. Идет пересчет. Идет пересчет. Вот так вот. Где-то можно вначале чуть светлее убрать. Где-то можно вначале чуть светлее убрать. Идет пересчет. Идет пересчет. Идет пересчет. Идет очень. что не идет где-то можно серого добавить чуть рыжеватого сепий сепий в отличие от карандаша на данном этапе много линий проводить не надо сразу тоном с нажимом трашивался и нужной толщины получаешь веточку конечно за это время можно было бы написать несколько этюдов на состоянии до чего хочется домой привести хорошо сделанную и проработанную вещь где дашь себе четкий отчет именно в том что кто изучал дерево старался как можно лучше его отработать написать да но за новое несколько эти самые основные самые характерные ветки в верхушке особенно там есть такой сухой момент и веточка без хвои он очень красив и графичен сейчас его нужно будет на месте делать его вверх 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 а а и Продолжение следует...